В оккупированном Крыму восстановлено энергоснабжение. Еще утром в Херсонской области ремонтные бригады подключили к напряжению линии электропередач Каховская-Титан. В Национальной энергокомпании Украины заявили, что это стало возможным в результате договоренностей между украинскими властями и руководством Меджлиса крымско-татарского народа. Согласно договоренностям, на полуостров будет подаваться не более 250 мегаватт электроэнергии, то есть четверть от потребности. О том, что участники гражданской блокады на админгранице с Крымом запустили энергетиков к ремонту поврежденных линий, ранее сообщал народный депутат, один из инициаторов акции Рифат Чубаров. Минэнерго России также сообщает, что крымские потребители электричества по линии Каховка-Титан подключены к электроснабжению в полном объеме. В Крыму же в это верят не все. Местные жители считают эту информацию пропагандой. Мы слышали от соседки, ее невестка сказала, что Украина дала свет. Мы в шоке. Эта девочка смотрит украинское телевидение. Вот там такая идет пропаганда. Так что мы этому не верим. Мы знаем, как действительно. Пустили кабель, провели, работали ребята. Это нас со светом сделали. Да вы что? Вот за это я не слышала, что Украина. А зачем она уже нам надо? У нас уже Россия. Чего нам Украина? Украина теперь нам до лампочки. По данным службы новостей «Волна», жители крымской столицы получили электричество в первую очередь. Оно здесь было возобновлено начиная с полуночи и пока не прекращалось. Такая же ситуация в Ялте и Алуште. В городах возобновилось движение троллейбусов. В то же время районы пока продолжают жить по графикам. Крымчане, с которыми мы общались, рады, что испытания закончились. А, ну то, что вернули, правильно. Люди такие трудности вообще переносили. Так что нормально. Нужно. Абсолютно нужно. Ну как бы с электроэнергией. Это же как-то неудобно. Не постирать, не помыться, не покупаться, ничего. Реакция оккупационных властей Крыма на возобновление подачи электроэнергии неоднозначна. Ещё вчера самопровозглашённый премьер Крыма Сергей Аксёнов категорически заявлял, что электроэнергия с украинского материка крымчанам не нужна и принимать её здесь не будут. Однако позже добавил, что решать этот вопрос будут власти России. А затем и вовсе заявил, что не располагает никакой информации о происходящем. Вместе с тем глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев предположил, что режим чрезвычайной ситуации, в котором живут крымчане, третью неделю может быть отменён до конца этой недели.